Здравствуйте! Это Суть Дела. По мере возврата российских властей к риторике застойного СССР, доля государства в экономике продолжает увеличиваться. Далее следует сдувание пыли с советских рецептов чиновниками финансово-экономического блока правительства. План цифровой трансформации государственного управления, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, включает возрождение государственного планирования на новом технологическом уровне. Предполагается создать единую автоматизированную систему сбора и анализа данных по ключевым социально-экономическим параметрам с возможностью анализа в реальном времени. В основу системы будет положена динамическая модель межотраслевого баланса, краеугольный камень доктрины централизованного планирования, существовавшей в СССР. Идею такой модели еще в конце XIX века высказал русский экономист Владимир Дмитриев. А на практике попытки ее реализации начались в Советском Союзе 20-х годов прошлого века. После 13 плановых пятилеток система канула в лету с упразднением Госплана СССР в мае 1991 года. Возможности советского государственного планирования были ограничены дефицитом вычислительных мощностей. Но теперь-то технологии больших данных и искусственного интеллекта позволяют сделать еще одну попытку. Ключевым элементом управления экономикой Советского Союза было планирование спроса. То есть определение за потребителей, сколько и каких товаров им потребуется в ближайшую пятилетку. Именно это и собираются делать российские власти, одновременно прямо влияя на свободные цены, без которых рыночная экономика невозможна. Предлагается обеспечить соотнесение в реальном времени запросов и потребностей экономических агентов в стране для снижения стоимости и повышения эффективности производства продукции, что в свою очередь позволит прямо повлиять на стоимость конечных товаров и таким образом повысить покупательную способность граждан, сообщает пресс-служба правительства. Утвержденный Мишустиным документ вызвал удивление даже среди чиновников. Крайне странным называют его в нескольких федеральных ведомствах сразу. Кое-кто предположил, что он написан на перспективу. Другие сказали, что причина его появления в необходимости закрыть поручения президента. А дело-то в том, что президент Путин провозгласил конец капитализма, заявив на Валдайском форуме недавнем, что как экономическая модель он себя исчерпал. Миру предстоит пережить период переустройства, который может продолжаться довольно долго, и окончательный дизайн которого неизвестен, сказал президент. Идея вернуться к принципам Госплана витает в правительстве давно. Еще в 2017 году занимавший тогда пост замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин анонсировал создание единой государственной системы контроля за производственными цепочками. Раньше эту функцию выполнял Госплан, писал Никитин в своей колонке для газеты «Ведомости». Теперь же появилась возможность выйти на новый уровень с технологиями анализа больших данных. Доктрина нового цифрового Госплана удобна, в том числе и политически. Она соответствует как растущей роли государства в экономике, так и запросу общества на советизацию. Опрос Левада-центра, признанного иностранным агентом Минюстом Российской Федерации, показал, что в 2020 году 62% россиян назвали плановую экономику более правильной, чем рыночная. Этот показатель достиг максимума за все время наблюдений. При всей моей личной приверженности, принципу народовластия, осмелюсь нижайше просить правительства не следовать в данном конкретном случае за пожеланиями народа. Плановая экономика давно дискредитировала себя во всем мире. И нет абсолютно никаких надежд на то, что она спасет нашу страну от экономического кризиса. Не вдаваясь в теорию вопроса, Госплан — это прямой путь к всеобщему, единому и равному дефициту. И неважно, на чем в этом новом Госплане будут считать, на квантовых компьютерах, на арифмометрах «Феликс» или просто на старых деревянных счетах. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.